Ну, я, наверное, всё-таки начну рассказывать. Очень хорошая была аналогия, вот сам уже сам высказанная, по коронавирусу и ВИЧУ. Действительно, начали заниматься ВИЧУ. Глядите, как с аналогией, так как биологически стали развиваться. И переднадзор замечательно стал развиваться. И то же самое сейчас у нас с коронавирусной инфекцией. Ну, наверное, с коронавирусом полегче, потому что, в принципе, все технологии, которые были при ВИЧ-инфекции разработаны, они у нас великолепно применяются и в плане диагностики и борьбы с коронавирусной инфекцией. На 21 число, 21 июня, у нас в Республике Беларусь было зарегистрировано 58 505 пациентов с коронавирусной инфекцией. Ну, на настоящий день у нас более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Ну, и, естественно, для того, чтобы такое большое количество пациентов выявить, надо было провести какое-то большое, громадное количество тестов. У нас их сейчас порядка 800 тысяч было проведено. И наша лаборатория, как ответ на моя лаборатория, более 11 тысяч тестов провела за период 17 апреля по понедельник, то есть по 22 июня. Ну, и, соответственно, для того, чтобы эти исследования делать, мы использовали разные тест-системы. Для нас это очень важно. Почему? Потому что, ну, под качеством тест-системы зависит качественный результат, который мы получаем, и, соответственно, диагноз, соответственно, противоэкадемический инфекция, который проводится к тем или иным пациентам, контактам с заболевшим. Ну, соответственно, мы поглядели у себя ДНК-технологии российские, Альгиотек, наши белорусские наборы, Альгимир в Беларуси. Почти 5 тысяч у нас ДНК-технологий было сделано исследований, более 3 тысяч Альгиотек, сейчас уже порядка 5 тысяч тоже, поскольку только Альгиотек мы используем. И еще Альгимир у нас такая есть фирма. Процент выявляемости позитивных, ну, ДНК-технологии 4 180 анализов, 1753 положительных, то есть 42 процента. Альгиотек, 3270 исследований, 527 положительных, это 16,1%. И, соответственно, Альгимир 2,5% и 491 положительных, 19,9% позитивных. Ну, с чем это может быть связано? Ну, во-первых, конечно, с тем, что разные участки берутся для тестирования праймера в этих экосистемах. Ну, а во-вторых, соответственно, материал, который мы брали, то есть, ну, сейчас я ниже покажу, как это делается по большому счету. Ну, это словительный анализ ДНК-технологии АРДИОТЭХ, да? То есть, если на АРДИОТЭХе у нас берется вот два участка, да, то ДНК-технологии у нас берутся практически 2 плюс 1, 3 участка, да? И по участкам считывания у нас тоже 3 идет, каналы считывания. Что мы получили при этом? Я сразу оговорюсь, 11 тысяч исследований, но у нас исследования, к сожалению, не к сожалению, а может быть хорошо, что продолжается в настоящее время. Я вот сейчас вот поговорю с вами, тоже ухожу в бокс. И проанализировать все 11 тысяч мы просто не успеваем. Поэтому я даю данные по тем положительным образцам, которые у нас есть. То есть, чаще коронавирус у нас регистрировался среди женщин, то есть, это более 1000 случаев мужчин, 700 случаев. Если говорить по возрастам, да, тяжело протекает у пациентов старшего возраста, более 60 лет, ковидной инфекции, но на самом деле и довольно-таки часто она выявляется. Ну, по крайней мере, у нас, в Республике Беларусь, если вы посмотрите, а, ну сладика, наверное, вы не видите. Чаще всего ковидная инфекция диагностировалась у пациентов 30-39 лет и 60-65 лет. Но это из тех почти 2000 случаев, которые мы только проанализировали. Это я сразу отговариваюсь. Достаточно много случаев COVID-2 диагностировалось, 19 диагностировалось в группе в группе до 19 лет. То есть у нас и школьники, и дошкольного возраста был увлечён выбор процесс. Ну, это количество выявленных положительных случаев по возрастам, то, что я уже говорил, да, то есть ещё раз оговариваю, что это только порядка 2000 проанализированных случаев. То есть мы проанализировали ещё порядка 8000 тех, которые мы сделали, но, к сожалению, за неимение времени не можем их проанализировать, дополнить эти снимки положительными образцами. Основные группы вовлечённых процессов только по нашей лаборатории это 30-39 и 60-65 лет. Ну, примерно столько же это 40-45 и 50-59 лет. То есть, по большому счёту, наибольшее количество случаев от 30 до 65 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, наша лаборатория сейчас, она единственная в Беларуси, которая занимается, по большому счёту, эпиднадзором и оценивает, собственно говоря, иммунную прослойку, иммунитет среди разных групп пациентов. Ну, у нас доноры, да, то есть это доноры плазмы, доноры крови, доноры крови, те, которые мы собираем, выезжая на забор крови по городу Минску и Минской области. То есть, по большому счёту, эти данные, которые вы здесь видите на экране, это зеркальное отражение той ситуации по иммунитету для коронавируса, который у нас в Беларуси сейчас существует. Других данных вы нигде у нас не найдёте. Ну, если вы, наверное, с вами не посмотрите, то на расстоящее время только 7% населения, которых мы обследовали, а обследовали, опять-таки, порядка 10 тысяч, имеют антитела к коронавирусу. То есть, ну, в данном случае 745 пациентов, но конечная цифра, 7%, она не меняется. Она не меняется, к сожалению. В осенью мы посмотрим, так сказать, когда будет подводить уже итоги полностью по республике, какой процент населения у нас имеет антитела, ковидные инфекции. Ну, в настоящее время мы занимаемся тем, что отбираем положительный образцы, пока мы их замораживаем, пока у нас проходят, к сожалению, через все наши учреждения, наши проекты по мультиварной эпидемиологии. И у нас, опять-таки, моя лаборатория будет, видимо, единственной в Беларуси, которая будет заниматься мультиварной эпидемиологией ковидной инфекции у нас в республике Беларусь. Поэтому синтезируем праймеры, поэтому собираем образцы, надеемся, с сентября месяца начать сиквенирование, ну, и к Новому году какие-то данные у нас уже будут. Очень быстро, спасибо за внимание, спасибо за внимание, Субтитры сделал DimaTorzok